Белые ночи Белые ночи Белые ночи На сегодняшний день в Номице-онкологии Петрова очень полноценно работает контакт-центр. Операторы занимаются входящими звонками, обрабатывают заявки сайта, отвечают в социальных сетях, обрабатывают посылки приходящие. И все это делается для максимального удобства у пациента. Операторы работают ежедневно с 8 утра до 21 вечера, по будним дням и по выходным дням с 9 утра до 21. Возможно ли оказание телемедицинской помощи по телефону на сегодняшний день? Конечно же нет. Для того, чтобы найти и вырасти специалиста, который с первой секунды, с первой минуты разговора поймет и сможет помочь пациенту, представителю пациента с какой-то проблемой, достаточно сложно. В 2018 году мы разработали программу профессионального обучения «Медицинский регистратор» на 720 академических часов. Естественно, написаны скрипты. Вы видите на представленном слайде, что скриптами обвешаны все стены, рабочие места сотрудников контакт-центра. Если скрипты постоянные, то они находятся перед глазами. Если скрипты меняются, а меняются они почти тоже ежедневно, они у девочек находятся в папочках, что тоже видно на экранах. Также оповещение сотрудников происходит с помощью мессенджеров. Создано более 50 чатов с разными тематиками, в которых мы обмениваемся сообщениями. Но в основном это сообщения указательного характера, что нужно делать в том или ином случае, какие новые методики появляются в нашем центре, какие врачи у нас начинают работать. Немножко статистики для понимания работы оператора, так как все-таки это пациентская сессия, и операторов пациенты не видят, а только разговаривают с ними. В 2019 году мы приняли, наши врачи, наших амбулаторных центров приняли 106 тысяч пациентов. Для этого необходимо было операторам обработать 465 тысяч звонков. Даже если представить, что операторы работают, ну, они работают на самом деле ежедневно, но не круглосуточно, по 12 часов есть смена операторов, есть по 8 часов. 465 тысяч звонков разделить на 354 дня и поделить на 10 операторов, умножить на 5 минут, хотя в среднем разговор длится не всегда 5 минут. Конечно же, есть звонки по 1-2 минуты, а есть звонки первичного пациента, который обрабатывается 22 минуты. Но возьмем в среднем, пусть это будет 5 минут. Получается 10,5 часов беспрерывной работы каждый день. Это очень сложно, очень тяжело. Вырастить сотрудника тоже проблематично. Не каждый хочет работать в данной специфике, потому что очень сложная специфика даже для медицинских работников. Операторы не являются медицинскими работниками. Следующее направление нашей работы – телемедицинские консультации, консилиумы, врач-врач. За 2019 год было выполнено почти 1600 телемедицинских консультаций консилиумов. На данном слайде видно, что за неполные 6 месяцев мы почти догнали эту цифру. Мы выполнили 1290 телемедицинских консультаций консилиумов. У нас работают обе системы, где можно проводить по защищенным каналам данные телеконсультации. Это Федеральная телемедицинская система Минздрава России, а также ТМК и ГИСС, разработчиком которой является Центральной НИИ организации информатизации здравоохранения. Наше учреждение имеет возможность выполнять заочное консультирование не только медицинских документов, но также гистологических слайдов и проводить интерпретацию рентгологических изображений. Необходимо загрузить в эти системы данные в формате архив ZIP, формат DICOM у снимков. Гистологические слайды должны быть подгружены в любом формате. Мы можем переформатировать. Главное, чтобы это был не JPEG. К сожалению, с регионов иногда присылают фотографии стекол, но по фотографиям, к сожалению, мы не можем выполнить пересмотр. Федеральная телемедицинская информационная система дает возможность не только организовать удаленную консультацию, но также организовать видеоконференц-связь, которая используется в таких моментах, когда требуется перевод пациента из одной организации в другую, либо необходимо врачам курацию провести того лечения, которое мы назначаем. Достаточно часто приглашают на телемедицинские консультации как раз-таки Татьяну Юрьевну Семиглазову, а также профессора Евгения Владимировича Левченко. Телемедицинское направление – одно из ведущих направлений в современной медицине, потому что пациент с установленным диагнозом может получить консультацию в одном из 36 НМИЦ. А если НМИЦ, допустим, как наши онкологические, есть еще центр Блохина, центр радиологии, то, конечно же, пациент может получить консультацию всех трех НМИЦ, никаких вопросов и никаких проблем в этом нет. Это полностью бесплатно для пациента, это полностью бесплатно для онкологического учреждения третьего уровня, потому что на сегодняшний день данные консультации к консилиуму проводятся с оплатой с помощью субсидий федерального бюджета. В ОМС это пока не входит, соответственно, никакой нагрузки на регион данная консультация, данный консилиум не несет. Как же у нас сейчас работает второе мнение, услуга «Второе мнение»? Заученное консультирование первичных документов возможно в стенах НМИЦ без присутствия пациента, если приедет законный представитель пациента. Законным представителем является человек, у которого есть нотариальная доверенность, либо согласие на разглашение и представление сведений, содержащих врачебную тайну. А также есть у него с собой документ, удостоверяющий его личность. Если представитель пациента пришел с нотариальной доверенностью, с медицинскими документами, но не может предоставить паспорт, к сожалению, мы не можем его принять, потому что нет никакой уверенности, что этот человек прописан в согласии, либо в доверенности. Есть еще вариант удаленного пересмотра гистологических препаратов. Это необходимо в том случае, если пациент сам хочет получить услугу «Второе мнение». Он в регионе в своем уже получил результат гистологического исследования, хочет перепроверить, либо уточнить, либо получить молекулярно-генетический анализ, который не выполняется в регионе. Он должен собрать посылочку, неважно, каким почтовым сервисом, абсолютно все почтовые сервисы доставляют, температурного режима никакого не требуется для гистологических препаратов. Отправляет это все на почту НМИЦ, на адрес почты НМИЦ. Канцелярия забирает посылку с почты, либо курьер доставляет на адрес канцелярии. Соответственно, оператор информационно-сервисной службы обрабатывает посылку, связывается с пациентом для уточнения каких-то нюансов, вопросов, и отдает препараты в лаборатории. После получения результата пациент на слайдике нарисован человечек счастливый и довольный, обращается в любую организацию, которую он хочет. С такими пересмотрами обычно пациенты приходят либо к своим врачам-онкологам по месту жительства, либо едут с результатами в любой из, опять же, четырех имеющихся НМИЦ. Также данные результаты, так как мы являемся референс-центром по многим направлениям, можно отправить для консультации у зарубежных специалистов по желанию пациента. В чем же вопрос оказания телемедицинских консультаций врач-пациент? Обратимся немножечко к законам. У нас есть три основных закона, которые регламентируют нашу деятельность. 323 ФСЗ, 965 Н приказ и изменение во многие наши нормативные акты и документы внес 242 Федеральный закон. Отдельно хочу остановиться на 323 Федеральном законе. Статья 36.2 гласит, консультация пациента или его законного представителя, медицинским работникам с применением телемедицинских технологий осуществляется в целях профилактики сбора анамнеза жала пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья. При, да, пункт 3 смотрим, такая консультация возможна при первом очном осмотре пациента. Если пациент очно не был в нашем учреждении, то первичной, заочной, удаленной консультации быть не может. Принять решение о проведении очного приема, да, такая консультация возможна. Вы можете прислать данные в НМИЦ, врачи-специалисты посмотрят и определятся, необходимы очный осмотр или необходимости в очном осмотре нет. Для того, чтобы получить такую консультацию, необходимо пройти единую систему идентификации и аутотинификации. Немножечко потороплюсь, время мало остается, а слайдов еще много. На сегодняшний день я презентую вам личный кабинет медсинкологии Петрова. Наши труды принесли результат в виде личного кабинета. Он на самом деле уже работает. Работает он с персональных компьютеров, либо с ноутбуков. Со смартфонов, с телефонов на сегодняшний день не работает, но мы к этому придем. На главной странице сайта вы нажимаете кнопочку «Личный кабинет». После этого открывается окошечко, в котором есть возможность выбрать принадлежность пациента граждане ИРФ, либо иностранный гражданин. Граждане ИРФ проходят через портал госуслуг. Для входа в эти госуслуги необходимо иметь зарегистрированный аккаунт на портале госуслуг. После прохождения входа вы вводите свой логин, вводите пароль, и вам предлагается прочесть информационное согласие на обработку персональных данных. Вы подтверждаете, что вы с ним согласны, и у вас открывается окошечко личного кабинета. По мере соединения всех медицинских систем в личном кабинете можно будет увидеть полную электронную карту пациента, результаты выполненных на медсоследовании анализов, а также произвести запись на прием. Сегодня остановимся на этапе загрузки документов для проведения консультации врач-пациент. Необходимо перейти во вкладку «Мои файлы», и благодаря несложным манипуляциям вы сможете загрузить данные в систему. В квадратике, где написаны загруженные файлы, направляете туда мышку, курсор мышки, нажимаете, выбирается окошечко, откуда можно подгрузить файлы, вы их загружаете, нажимаете галочку зелененькую, и они у вас получаются внизу в подгруженных файлах, можно будет их увидеть. В личный кабинет можно загрузить не только PDF-документы и Word документы, но также ZIP-архивы, чтобы можно было пересмотреть гистологические слайды, а также пересмотреть исследования лучевых методов диагностики. Ограничений по загрузке определенного количества архивов или файлов нет. После регистрации личного кабинета уведомление приходит на электронную почту как пациента, так и сотрудника на медицинской онкологии Петрова. При каждой загрузке файлов сотрудник на медицинской онкологии Петрова тоже получает уведомление. На сегодняшний день, чтобы оказать телемедицинскую консультацию врач-пациент, нам необходимо будет созвониться обязательно с пациентом, потому что пока нет возможности написать какую-то дополнительную информацию, когда будет полностью загрузка сделана, или какого конкретно специалиста пациент хочет получить консультацию. Вот таким образом это выглядит в нашей системе. В документах подгружаются все файлы, которые были загружены пациентом самостоятельно. Если пациент что-то удалил из личного кабинета, то все равно врач прочитает все то, что вы написали. Поэтому пока будьте внимательны, удалить из системы может только тот человек, который загрузил файлы. То есть мы это удалить пока не можем. Очень долго рассказывала, но на самом деле схематично изобразить телемедицинскую консультацию можно очень просто. Пациент думает, что же ему делать, куда же ему обращаться, и выбирает с помощью звонка, либо с помощью интернета медицинскую организацию, в которую он очень хочет обратиться. Операторы обрабатывают его звонок, врач пересматривает рентгологические снимки, либо пересматривает документы в компьютере, выдает свое заключение, и довольный пациент говорит нам всем большое спасибо. Спасибо большое за внимание. Думаю, что почти на все вопросы, которые задавались, насколько мне известно, я ответила. Поэтому спасибо большое еще раз за приглашение, за возможность выступить.